приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы такие обещали но короткая предыстория мы недавно ездили в болгарии если вы сможете смотрите наш туристический блог путешествие даниила и лариса если не смотрите заходите смотрите подписывайтесь особо меня в болгарии мы были в болгарии сняли об этом видео катались на сноубордах ну и естественно о еде особо меня впечатлил жареный камамбер мы специально для этого сделали несколько камамберов вот один из них прекрасный не буду его трогать у меня небольшая травма пальца получил с хорошей корочкой хорошо ферментированный внутри текучий и и сегодня мы вам расскажем о чудесном рецепте приготовления камамбера жареный камамбер то есть этот рецепт мы привезли из болгарии наверняка его делают во многих странах балкан а может вы его пробовали где-то в других местах этот камамбер будет с медом и греческими орешками а сам сыр мы будем жарить в кунжутных зернах ну и помимо того что я уже рассказал нам понадобится еще белок куриного яйца и так друзья приступим разогреваем сковородочку добавляем туда капельку оливкового масла сковородка должна быть хорошо разогретая дарис как она не ну не не раскаленная не раскаленная просто разогретая чтобы она тепленькая мы взбили белочек сейчас это делаем для того чтобы камамбер получил красивую корочку и чтобы к нему семечки кунжута приставит друзья это настолько вкусная ну вот наверно камамбер мой один из любимых мной сыров а жареный камамбер это вообще нечто с учетом того что я немножко голоден мы как-то забыли сегодня пообедать я смотрю на этот камамбер и у меня полный рот слюны давай а я думаю что ты так нарушишь нарушишь кунжутик надо сказать что камамбер мы заранее где-то за час наверно достали из холодильника чтобы он отеплился чтобы он был комнатной температуры обмазываем белочком взбитым с другой стороны и тоже посыпем кунжутом кстати включу секундомер чтобы сказать сколько сколько мы будем обжаривать его сам камамбер внутри он ферментированный и он внутри достаточно жидкий а корочка очень плотная и вот в процессе жарки он полностью расплавляется изнутри но становится такая вообще кремообразная кремообразная начиночка и при этом остается зажаренная плотная корочка продолжаем жарить и вернемся когда будем переворачивать три минуты мы жарили сыр с одной стороны перевернем его теперь на другую сторону опа смотрите какой класс друзья это фантастика сырочек покрывается красивой корочкой точно также три минутки обжариваем с другой стороны и после этого мы приготовили мед орешки будем дегустировать кстати очень классно жареный камамбер не только но вообще его можно есть без ничего просто как как самостоятельное блюдо но мне очень нравится с медом вот со сладким также очень классно со смородиновым или из этой черничным черничным вареньем вот черничным лучше всего она немножко с кислинкой с клюквенным да но с клюквенным не пробовал у нас же нет клюквенного варенья в общем обжариваем друзья и дегустируем дорогие друзья пять минут как видите 6 минут три минуты с одной стороны три минуты с другой стороны и наш жареный камамбирчик готов сейчас я его попробую о это нечто посмотрите это просто нечто берем на этот сырочек чуть-чуть медочка вот так вот поверьте это самое вкусное то что может быть в мире честно жарен видите как он течет он сам сам по себе уже был хорошо ферментированный плюс мы его подогрели друзья это невероятно попробуйте сделайте камамбир и пожарьте его действительно вы не пожалеете это как бы не рецепт по большому счету мне просто настолько я проникся этим блюдом что решил снять вот такое вот маленькое коротенькое видео про жареный камамбир посмотрите посмотрите как это выглядит это это просто нечто он настолько вкусный сочетание сочетание классического вкуса камамбира со сладким медом просто невероятно друзья ну спасибо за внимание надеюсь что вам понравится жареный камамбир не забывайте что когда вы варите камамбир обязательно делайте его из пастеризованного молока а когда жарите просто жарьте на сковородке подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх а мы будем снимать для вас снова интересные рецепты всего доброго пока